СМАРТ ПЛЮС Привет друзья! Как и обещали, сравниваем работу двух версий телефонов Xiaomi Redmi 5 Plus на 3.32 ГБ и 4.64 ГБ памяти. Посмотрим, как они ведут себя в тестах и в скорости открытия приложений. И стоит ли вам в конечном итоге переплачивать за старшую версию. Сразу скажу, что версия на 32 ГБ азиатская, версия на 64 ГБ глобальная. Они по начинке ничем не отличаются, кроме количества памяти. Но производители памяти разные. В глобалке на 64 ГБ модули от Samsung, а версия 3.32 получила модули от Hynix. Ну и кому интересно, у них разные поставщики сканера отпечатка пальцев. Хотя разницы в скорости работы нет. Глобалка поддерживает больше нужных нам частот. Хотя и азиатская в большинстве случаев тоже работает без проблем. У них тот же процессор, те же камеры, тот же экран. И мы установили одинаковые прошивки. В комментариях к распаковке спрашивали, 100% ли это глобалка или же нет. Жаль, что в Украине нет возможности вживую проверить наличие 20-го бенда. Но, во-первых, коробка была запечатана и отличается по цвету от азиатской версии. Сбоку надпись Global, внутри евровилка и инструкция на английском. Прошивка глобалка. Была изначально 9230 и обновилась до 9260. Если бы это была азиатская версия и его в Китае перепрошили бы на глобалку, загрузчик был бы разблокирован и телефон не обновлялся бы по воздуху. Я думаю, аргументов достаточно. Да и понту им подделывать коробки, инструкции и зарядки. Проще было бы отправить просто перепрошитую азиатскую версию. Ну и вот, что показывает инженерное меню. Так что будьте уверены, что глобалка на 64 гигабайта появилась в продаже. И ссылку на нее я оставлю в описании. Если надумаете покупать, можете использовать кэшбэк. Это не в качестве рекламы, просто я сам купил через него и мне вернулось немножко денег назад. И это приятно. И ссылочку вы найдете тоже под видео. Итак, приступим. Черная версия 32 гигабайта, золотистая 64. Для начала смотрим прошивки. Они одинаковые. Первое, что мы сделаем, проведем тест Antutu. Продолжение следует... Как видим, что старшая версия закончила тест немного быстрее. Показатели схожи и находятся в районе статистической погрешности. Все же начинка одинакова. Отдельно взятый показатель памяти в старшей версии показал немного больше баллов. Дальше смотрим результаты прохождения теста в 3DMark. Продолжение следует... Версия на 32 гигабайта прошла тест быстрее. Результаты опять схожи и в районе погрешности. Синтетика синтетикой, но что же будет в реальном использовании? Давайте проверим скорость запуска приложений и игр на этих устройствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что же, как мы видим, синтетика нас немного обманула. Все же версия на 4.64 гигабайта, в общем, открывает приложение быстрее. При этом, если идти по второму кругу, то мы видим, что старшая версия держит в памяти больше приложений, а младшая некоторая грузит заново. Потому все-таки разница есть. Но в целом, оба аппарата работают достаточно шустро, чтобы пользоваться ими с комфортом. Потому решать, что выбрать вам. Учитывайте, что приложения и игры стоят все больше. А если у вас был телефон на 32 гигабайта и вечно требовал очистить память, то не думайте и берите старшую версию. Если же вы не фанат игр, миллионов фото и видео в телефоне, то вам хватит и на 32 гигабайта. Еще подумайте, на какой срок по времени вы берете себе телефон. Если телефоны живут у вас по 2-3 года, то лучше разок потратьтесь и купите с большим количеством памяти. Если меняете их как перчатки, то 32 гигабайта памяти в 2018 году будут актуальны. Надеюсь, данное видео помогло вам определиться с выбором. Покупайте только у надежных продавцов. Ставьте лайк, пишите в комментариях, какую версию вы купили или только собираетесь купить. Ну и не забудьте о подписке. Впереди много хороших гаджетов. Например, тот же Redmi Note 5 Pro. Будет обзор, как только мы его получим. Всем пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!